В Владивостоке торжественно открыли юношеский турнир по теннису Кубок Славда. В этом году мероприятие вышло на федеральный уровень. В нем участвуют около 100 спортсменов в возрасте от 8 до 19 лет из Приморского края, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска. С открытием турнира спортсменов поздравили почетные гости. Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, глава Владивостока Константин Шестаков. Это же вид спорта, в котором, ну, помимо ярких побед, они точно и сегодня в том числе должны случиться, есть возможность получить удовольствие от встречи с друзьями. Это хорошая, красивая игра. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня это тоже прочувствовали. Юношеские соревнования проводятся второй раз в рамках ежегодного краевого теннисного турнира памяти почетного президента Владивостокской Федерации Тенниса и основателя группы компании «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова. В этом году турнир включен в календарь соревнований российского теннисного тура. Что для вас именно этот турнир? Для меня это много что. Для меня это идея, философия, которую начинал мой отец, отношение к турниру, к участникам, которые заложены сюда. Мы стараемся его сделать практически эталонным на Дальнем Востоке для участников, как организаторы, чтобы все, кто сюда приезжает, видели уровень организации соревнований и дальше стремились ему соответствовать. Сегодня говорилось, что уже 26-е соревнования проводятся здесь у нас в Приморском крае, в частности, сегодня в Владивостоке, а так она периодически то в Владивостоке, то в Горных Ключах, где одно из предприятий. Я неоднократно ранее бывал на этих соревнованиях. Всегда высокий уровень организации, большое количество участников. И, конечно, это все дело рук и жизни Юрия Михайловича. Поэтому дело его живет, и он живет вместе с нами. Соревнования продлятся до 13 мая. Лучшие игроки будут отмечены медалями, кубками и дипломами. Каждый участник получит памятные призы с символикой турнира. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.